привет всем стратегическим же уже ком выслушайте алексея халецкого канал лёша играет и я продолжаю ffa сериал в пятую целу если вы не видели первую серию то перейдите к ней обманул нет 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 прям конкретно сказал я за чудеса голосую имелось ввиду то что я это рассматриваю отдаю голоса на рассмотрение вот этой фигни совершенно хитроват же на согласитесь я за чудеса это имелось ввиду вот это знаешь эти объявлю войну и буду говорить начну это вообще имелось ввиду что я с голландии объявляю научную научный договор и вот как это опровергнуть никак чего выгодит народ на голосование если вы не видели а мне чего выкидывать пока тушите выгодно то и выкидывай что ты давай порядок порядок продвигай мы все проголосуем нету как нету плохо я за порядок проголосовал все они закончили трындеть и так если вы не видели первую серию то перейдите к ней ссылка есть в описании к этому видеоролику всегда лучше смотреть самого начала спонсоры канала смотрят все серии сразу в вкладке сообщества спасибо им большое за поддержку собственно благодаря их помощи и хочется что-либо делать ну и ретро до ретро фа сериал в честь десятилетия цивы налог на армию хочет ввести мне вообще пофигу я бегу вам видите собираю дань блин минус 44 это что-то не знаю чего носим кин давай давай налог на армию я согласен я поддерживаю блин ты понимаешь что у них автократии на это не возьмут минус 33 процента и все а мы страдать будем да именно так и будет кстати скорее всего да я так страдаю дачу так и зил уже уже не хочет давать мне кажется минус хотя минус 19 может еще каравелка подъедет вообще по моему надо в шести клетках в радиусе от центра города держать юниты то есть вот без смысла что подвожу метод так и будет минус 19 возможно вот тут же мы за твое здоровье волнуемся египет вообще за тебя волнуется возможно все каравеллу тут подведу на все мне кажется не хватит раньше вот эту нижнюю каравеллу подводить и вообще скорее всего надо уже более современными юниты ведь и скоро броненосца открою так новый карфаген развивается так а через сколько через одну клетку купится через один ход купится клетка так что это можно подождать с рыбой причем купится хотел сейчас возмутиться зачем я повел рабочего и сейчас купится клетка с рыбой и можно обработать и опять вспоминаю что в 5 циви это отдельные нужны юниты строить для того чтобы обработать клетки на море это реально вот в этом минуту какая тут армия у сиама ну это на голландцы идет но на рта я думаю тут сейчас голландцы снесут хотя хотя голландия вроде как ну блин хотел сказать впереди по науке но там все как-то так рядышком лувр зачем-то ну не зачем так решить великий человек никогда не помешает но с другой стороны как бы великий музыкант зачем он мне тут арту открыл уже да я открыл арту и что нет вообще-то кто же по слову построил ну вот смотри что сейчас происходит в карфагене ну то есть ты не удивишься если я следующим ходом бренденбург построю правда удивлюсь надо приготовить фразу я решил великого инженера потратить нам бренденбург в принципе наверное да так опять же я не помню конкретно мне предупредил что ли это сам объявил мне войну потому что у меня защитный пакт с голландией да кстати может мне захочет кто-то помочь нет вряд ли буквально в конце по моему прошлой серии заключал научный договор с сиамом причем ему причем дал ему деньги все все сломалось чем то есть всем объявил войну голландцам и параллельно мне египта пошла защитные договора с голландией были же чем гомосяцы ваших монет зайти до самолетов чуть далековато сугунтум хороший город но растет медленно я вообще ничего-то городами не занимаюсь я смотрю у тебя тут двое автократию принимают от их самолеты помогала не сказать это до сих пор и не принял идеологию то есть ему бы сейчас свобода да этот странный легион очень хорошо было бы все равно как-то голландия вроде ничего так выглядит так все скользила не могу дань собрать до сих пор интересно хватит ли ну тебя кавалерию даже повел чтобы она тоже действовала слушайте как вы думаете а что сильнее считается фрегат или капер ну общая мощь 25 и 25 у обоих ну вот если у них одинаковая общая мощь а капер строится один ход и не требует железа это стоило капер все-таки построить я так думаю глядя на это ну то есть тут сейчас объясню про про мощь чаще трещу и казаки есть да вообще отмороженный кг-шка че подадим сириус я не слышу удивление я не придумал фразу не было ничего заготовлено вот так запоминать ну ничего себе на кого пойдешь кого оснастить будешь угадай не знаю как и пешку да я знаю как он сносить собрался не хотят двоем меня распилить но лёша хочет монако забрать мне что-то кажется что монако заберет всем ну и конечно чтобы за тебя забирать мне нужен бенденбург с генералом без генерала мой флот вообще не работоспособен я просто не знаю что ты его сюда привел свой флот вот как ты нам не рассказываешь свою тайную стратегию отдачи угля другому так я тебе ничего не расскажу так вот возможность взять дань с городов государств зависит от совокупной мощи юнитов которую ты подвел а мощь юнитов я так понимаю когда то эмпирическим путем было выяснено что это вот рукопашная то есть считается не сила стрельбы перстреляющих юнитов а именно сила вот такая защитная сила и поэтому стреляющими юнитами кстати хуже брать дань чем рукопашными поэтому вот я и лучше лишь буду удивляться по другому поводу то что у тебя автократия у тебя браденбург у тебя альгамбра это уже серьезно это звоночек да да ночик всем причем ара не хочешь со мной против меня объединиться с тобой против тебя да не но я же улечу надо как-то меня останавливать эти помогу ара меня остановить как все равно по науке идут только что-то это не очень помогает не хватает взять дань не в ту игру пошел я бы так сказал что игру играя я ошибся да не то случайно я как бы не понимаю каким образом ты таким так вот отстаешь при том что тебе никто всю игру ничего не мешал ничего не делал нож от малаке куда идти почему от малаке эти врагу су сказал приплыть окей ну дальше и он на этом материке так на этом матери нет я но не ты же сказал ты рогус увидел ты можешь к рогуси прийти окей не широта какая на блин слушай ара что я тебе предложил что ты сейчас принял войну а блин еще открытые границы нужны недорассматривал этот еще висян мед интересно что сверху в основной но вот это вот видите тикаль не у сукатай не уж маль ну как-то предупреждать просрали деньги и чеченица это бывший так он давным-давно она была заключена еще в конце прошлой игры меня оставалось языка ходов до ее окончания это бывший города мая так можно украсть техи электричество алюминия открыли тут алюминий тоже классная штука в 5 циве важная только за алюминий строится части космического корабля и только за алюминий самые крутые бомбардировщики стелсы можно делать так что это важная штука но и у меня есть какой-то даже а я сразу обрабатываю 6 штук в мане ну как бы прямо сейчас на самом деле алюминий нужен вообще за алюминий еще гэс строится о наконец-то взял 265 вот эти кавалерию чисто подвел вот просто даже наземный юнит кавалерийский помог забрать дань с козыла гэс еще классно строится это тоже хорошее здание на производство на дает всем клеткам рядом с реками по молоточку хорошая производство штука у меня правда только один город по помню как карфаген стоит на реке только в карфагене смогу построить аня в новом карфагене тоже кстати да блин вон у меня алюминий в карфагенове надо выкупить быстрее выкупи выкупи тайл с алюминием господи вот это вот это я туплю тайл с алюминием короче и я так понимаю что мы играем а ведь я даже в карфагене уже начал гэс строить мы явно играем с правилом что нельзя нельзя копить ученых рассказал конечно как в анекдоте да в новом карфагене не выкупать алюминий это это фэйл может сейчас замечу что решил походить а потом в конце ходовыми скорее всего я думаю что многие в курсе как я не вижу ресурсы ну вот еще раз эти вот прям алюминий справа через о увидел алюминий а три штуки его ну даже три штуки надо выкупать у меня 1762 денег серьезно не буду выкупать до суши ара как бы ну так как у нас оборонный союз типа я все буду отжирать твою территорию генералом это будет как бы считаться действие военных я хочу вот видишь около праги алюминий есть я хочу на него крепость поставить на вот так я решил интересно а почему я прям хочу креплю понятно что на будущее типа защитить алюминий что скорее всего будет какой-то там юнит в крепости стоит просто когда ставишь крепость сразу начинает добывать этот ресурс все равно крепость как бы этот ресурс добывает но мне не кажется сути а у манила h2 ресурсована алюминия но мне не казалось что это прям так три штуки алюминия интересно вот 6 алюминия сейчас имеют откуда у меня капает и даже по моему не смотрел так но я все все всем привет всем привет успехи у моих будущих фасалов нету взятки то однако какой там ход у вас на сто пятьдесят четвертый а кто стриминг кому можно любого я все кроме лёша понял ладно не буду мешать на ты можешь нескольких выбрать только не подсказывать никому смотреть наблюдать как не подсказывать так у меня уже два великих инженера так принимаем тотальную войну что я сейчас возьму я бы я бы национализм нет или что значит надо что-то на счастье брать вот два счастья от бараков оружейной и военной академии вот это надо брать и строить их собственно ну ну не тотальная война ну нет ну зачем мне вот сейчас тотальная война боже как я долго выбираю ну хорошо количество блин зачем зачем мне вот сейчас в два раза увеличивать количество стратегических ресурсов если я не воюю и не трачу что-то я молчу наверное выключил микрофон и забыл об этом видимо сижу там что-то отвечаю думая что отвечаю так ну я уже практически все вообще было бы интереснее посмотреть войну какая там происходит но просто я вообще ненавижу когда я воюю с кем-то и тут какие-то чужие юниты влазят и мешаются вообще все думаю не любят как бы так это поаккуратнее сделать так из карфагена и чужие не так много счастья блин вот я фигню взял в автокрайверах я считаю что автократию как бы я странно брал вторых часу я беру уже фигню вот сейчас не надо в два раза больше стратегических ресурсов это каша крутая политика я не спорю но не сейчас сейчас надо было на счастье братья города все что есть когда мы еще воевать будем вообще и что у меня сейчас проблемы с ресурсами которые которые я сейчас могу использовать нет конечно специалистов маловато сидит интересно что у меня стоит за веру покупать по-моему там стоял и покупка инженера его бы отключить и оставить на покупку ученых когда рационализм закроется биржа опера биржа археолог археолог я тут немножко снимал наушники что-то говорили я говорила малки вот на том острове который левее вот сейчас твои границы вижу отмечник до вверх высаживайся вверх и чуть правее а потом необходимый блин ну ты потом сверху обходимые границы увидев понял спасибо отлично высадился наверно он так специально хотел город увидеть я думаю знаю так оперный театр биржу это я шедевр музыкальный сделал опять же как и в шестой циве в пятый дворец содержит ячейку для любого шедевра амфитеатр только лишь шедевров писателей оперный театр для музыкантов так ну что софии смогу взять хотя еще зависит какие количество армии у самого города государства а софия так как это военный город государства она может и не давать 5 минус 19 5 минут кавалерию сюда тащить похоже 580 науки 150 ну в принципе конечно выглядит развитие выглядит хорошо но я уже много всяких ошибок она допускал хорошего и вот вот сейчас конкретно вот эти идеологии в автократе которые сейчас для меня просто не работают взял бы я счастье от бараков она бы работала для меня ну чё монако следующим ходом free или себе заберешь нифигасе уже ты еще этого берешь еще и сверху вообще успею у голландца теху украсть так еще раз да почему по-моему через монако как раз очень классно пройдешь ну да монако берется и там а не заметил но ты спали ну ты бы увидел когда ты монако освободил я думаю ты бы все увидел ну кстати у сяма такие места предрасполагающие к нападению все вот равнинные клетки производства особо нету на будущее то есть там сидеть чего-то ждать играть в развитие было бы тяжело ара у тебя с сириусом до какого хода оборонка уже настолько что с тобой а я телюш караванчик хотел пускать о боже нет он не хотел караванчик пустить а я а я а я подговариваю с ним воевать нормально вообще вот человек за карфаген играет с ним хотят торговать а ну да я говорю банить такие группы напишите в черный список там подтвердите а я могу видите вообще бред и меня все юниты вытолкнула я что-то не подрасчитал на такое освободили монако и все юниты голландии были вытолкнуты видели сейчас мой юнит бегал по горам это способность карфагена когда он получает генерала то юниты могут по горам бегать но в этой игре конечно это мне вряд ли понадобится в принципе но в некоторых дуэльных я помню это конечно круто срабатывало те кажется что ты защищен а тут хопайте через горы дратути и все даже более того карфагенские юниты могут дороги на горах строить то есть вы ставите рабочего если там проблема что юнит карфагена если он остается на горе в этот ход он теряет половину здоровья то есть вы можете например если вы взяли волю и построили пирамиды вы ставите рабочего на гору он у него заканчивается ход у него снимается здоровье следующим ходом вы строите дорогу за один ход рабочий там остается на горе но он умирает но теперь у вас есть дорога на горе и вы по дороге можете очень быстро теперь перемещаться пара только встречи раз ты предупреждать меня будешь опять заключили научный договор но все терюте арта не работает все правильно все это я так шучу на всякий случай будет спрашивать комментариях почему помогут не ну а не оттянут либо реально могут помочь ну возможно и помогут все сделать вообще сервис такой так интересно спрашиваешь типа как тут вообще понять а может он отобьется а может и нет не ну почему бывает тоже там только ради того чтобы стены какие-нибудь например купили просто честно если я просил уже и ты меня спрашивай все скал да вообще я я сразу отобьюсь и скорее всего захвать ну это понятно олегу такой ну может быть типа наверно хочу лишь ты хочешь мой карман . учись чем ты зачем тебя запрашиваешь ты либо его пускаешь либо не пускаешь 4 что ты от меня хочешь я бы хотел бы договориться с тобой по поводу одной денечки угля то есть ты хочешь за то что эти дам уголь пустить ко мне просто караван то есть еще и деньги с меня получил он тебе вы да ты прям мастер торговец я смотрю те 18 голды вход будет обалдеть а тебе он сколько будет приносить не 20 часов лишь на два золота до 20 хвостиков иди что давай ты не опускаешь караван и еще даешь 20 золота вход у меня золотой век когда золота слишком много 20 ну я не знаю я не скажу что мне твой караван сильно нужен вот прям прям чтобы ты еще и золото получал не взори ты ты не даешь то самое золото который ты будешь получать с этого каравана то есть я буду получать грубо говоря уже тоже будешь 38 золото вход вовсе современность вышли у меня что ли спер того еще мы все у тебя прям вообще-то бегут не хотел тебя расстраивать не но я прям вот только что прожегся дать надо было ждать конца хода что прожигать ученого ну да видимо да так чё лишь тени устроит это предложение какой лишь ты ответ на я сказал ну 20 голды я тебе не могу дать мне что золотой век так это как раз мне уже так это же как раз с этого каравана будет который ты меня отправляешь будет 20-20 может сказать эти будут ну ты при этом получишь 20-20 пошли к другому кому-нибудь караван блин я не понимаю что ты тогда ко мне пристал я сделаю ты же еще за это уголь хочешь просто просто караван ну боже ну пошли в другое место блин уголь за караван ну обалдеть еще и человек за это еще и золото получает нам надо в других играх прокатывает да сериус такие разводки нет обычно я не отправляю вообще не прокатывает но ты стараешься постоянно приходится что-то новое придумывать по моему предложение отлично ну как видите мне золото не особо ну как отлично если ты с этого получаешь намного больше чем твой партнер ну как отлично в каком месте ну всерьез если кто скажет что типа всего лишь один уголь он явно хочет фабрику построить за этот уголь у него в каком-то городе не хватает производства фабрика это много производства даже вообще и практически ничего не даешь я бы так сказал но это не ты же даешь ты посылаешь караван просто ну сириус ну блин кому-то вот как не даю мои действия проводят к тому то что ты получаешь голду обалдеть да я понял на ну то есть вы понимаете что эти золото как бы она из воздуха генерируется я просто получаю 18 золота от его каравана это не из его казны шли и он за это хотел у меня уголь чтобы построить фабрику хотя ему голландец уже так отсчет и хи хи конечно он тоже тебе караван обещает послать я вообще на халяву хотел но это нормально отдавай ну слушай ну смотри мне он вообще караван предлагал а тебе на халяву я считаю надо брать ну я бы спросил его сколько он хочет он вылил свою цену мы торговались ара за тебя голосую о все-таки ну арту и я думаю легион по щелкается все-таки принял голландец свободу и взял легион да ладно минус 13 чуть-чуть не хватает а он еще каравелла у меня она пока еще не добегает до 6 до 6 радиуса 13 мне кажется не хватит каравелла к сожалению но мне надо на самом деле я не знаю зачем я в самолеты еду мне на самом деле надо в нефть и в линкоры линкоры на нефти работают а фрегаты как раз в линкоры апгрейдится мне надо уже апгрейдить мой флот и опять проехать по всем городам государства мне кажется мне надо было свободу все-таки брать то есть в свободе например есть идеология которая позволяет за деньги покупать части для космического корабля все сириус сири мечник должен приплыть обратно или вообще расформирую его не расформировал не хочу ты плавал офига тебе вообще месяц и что планируешь его еще апать куда-то пригодится то есть после вы какой то есть да то есть эти каравеллы там всякие ты удалял еще что-то вот мечник внезапно сейчас тебе пригодится больше мне не нравится ты я тебе дал разведать чудо давай таких икс комов он в экскому не сможет расправлю скажу него от экскому возвращать высадку удаляй знаешь эту думаю тут надо конечно сад строить сад дает плюс 25 процентов к приросту великих людей так что тут очень важно слушай так мы сейчас лигу значит аром вынесет лигу и мы можем нормально играть на два часа на два часа я собственно как бы руководство сейчас вот так вот а за оборонку лишь караван к тебе как так вот за оборонку а нет точно же нету оборонки не не тогда не я забыл что у нас нету оборонки караван за оборонками ты даешь то есть я за уголь не согласен а ты еще за оборонку хочешь ну как это гарантия того тоже допустим ты его не разграбишь не отменишь я пони нет я понимаю то есть кажется мне кажется за оборонку там что-то повесомее стоит если я за уголь и согласился караван принять эти про это говорю серьез почему-то думает что я очень сильно хочу получить его караван не знаю почему кто принимающий страна хочет стать да уже сам будет принимающей стороной может за кого угодно голосовать да тут кстати никаких очков не дается если ты угадал с тем голосованием которое пройдет так что действительно все равно но когда ты принимающая страна тебя дополнительно два голоса дают это выгодно быть принимающей стороной мирового конгресса так вышли в самолеты тоже не очень понятно зачем выходить самолеты без нефти то есть я их не могу строить пока нефти не будет военную академию можно было бы построить ну вообще амфитеатр тоже неплохо это все культура в принципе египет в какой у тебя город посадить шпиона чтобы воровать норм где у тебя нормальной науки были фантину посадим ой ну ты прям знаю это как не помню как его зовут андрей дроботенко по-моему евгений дроботенко вот я стал забывать имя дроботенко не знаю что то я староват сам сейчас задумался как реально дроботенко как дроботенко зовут вячеслав дроботенко да нет точно не вячеслав вячеслав да не вячеслав он мне кажется виктор ну бегу а ты биологию ты открыл сергей сергей ну просто я хочу знать самолетом или как да не я все равно в пластику да вячеслав к сергею ближе чем виктор действительно биологию вместо научных лабораторий ну вот я бы сейчас наглядя эту ситуацию биологию бы лучше открывал вместо научных лабораторий ну и вообще вместо последних двух технологий надо бы раньше было биологию открыть потому что там не только нефть мы увидим где находится нефть и у нас больше будет шансов ее обработать но там еще и госпиталь это плюс по идее росту города мне надо расти поэтому я считаю что надо было сначала биологию открыть а потом уже идти все не хватает силы а потом уже идти в научные лаборатории все не хватает силы собрать дань софии к сожалению чуть-чуть ну все мне надо уже свой флот домой возвращать не соберу софии точно больше ничего подвести ну денежек нормально у меня так насобиралась это вот вот это одиссея флота очень неплохо мне кажется прошла осталось осталось проапгрейдиться но опять же для этого биология и потом линкоры то есть долговато пока все возвращаем на место в сугунтуме еще срюгэс строю ну то есть уголь алюминий есть тем более еще взял удвоение ресурсов а вот и прора так прораю я а вот это почему я не брал ту политику которой счастье сейчас прора даст кучу счастья видите еще и политику дополнительную прора дает так я бы все равно на счастье брал зачем мне покупка интер юнитов тебя тоже ну туризм точно нет военный футуризм принимал нет я думаю принимать или мне смысл вдвоем давить ну да то есть не скажешь да имеется ввиду что эти футурии благодаря футуризму автократия может давить на остальные идеологии там несчастье будет начинаться не ну хоть сейчас я возьму наконец тотальную войну странно странно все таки я принимаю стальная война каша плюс к производству юнитов но опять же сейчас это не работает так тут ищем шедевры археологические ну плюс 16 высокую пир на плюс 10 дала прора вообще прора дает два счастья и по одному счастью за каждую принятую социальную политику дофига ну и бесплатную социальную политику уже друзья мои дружочки пирожочки слегу ну а че мне не дружить вообще совсем нету только египет на самом деле напрягает по хорошему потому что у меня вся экономика на море находится я прошу сям на меня может напасть с земли но ну еще будьте сильнее то меня захватит он при этом экономику меня не будет страдать так это я думал заключателем из того что вся мне тут войну обвел оказывают какие-то города государства со мной воюют я не в курсе мне кажется она была у вильнюса захватить рабочего и пограбить клетки там а потом уже мир заключается с другой стороны там рыцарь всего лишь рыцарь рыцаря довольно быстро могут убить не надо было биологию открывать то есть не вот сейчас она много раньше надо было биологию открывать а потом уже все следующие тихи которые я открываю я же вам помогаю задерживаю агрессора этого варблоггера ты блин санитар блин прикиньте голландец убил моего шпиона прокаченного до третьего уровня нафигеть что теперь делать так делаю проекты на не проекты суши египет ты прям ко мне отправил караван без условий всяких вышло выгодно потому что если только добьешь войну то ты не сможешь разграбить время прям совесть тюрьму чуть здесь эти люди в ли войну что делать так то у тебя буду соблазнен разграбить 200 галты получить а теперь я не разграблю и войну тебя не блюбишь ко мне караван бегает да да это условия там уголь обманул меня про 20 золотых до 26 ты получаешь хвостиком очень сказал 10 хвостиком ты лёша 18 получаешь а я там 10 хвостик вообще себе в убыток про я еще плачу за караван вот лучше так надо было сказать хотя за задержание и караванов платится деньги нет даже если ты не отправляешь они все равно не платится ну то что выгодно ко мне караван отправлять понимаете это просто самый дорогой караван очевидно был еще морские караваны самые дорогие а у меня еще и столицу очень приятная поэтому конечно ему там условия какие-то стали предлагает лишь тебе еще 5 караванов отправить прекрасный план общу 5 только больше нету один бегает всего 6 но у меня конечно денег завались я чё тут по культуре угорел уже аж до этих до вышек радио вышек дошел чё-то так хочу автократию закрыть прям спать не могу ну не прав я еще раз повторю тут во первых я опять не занимаюсь микроменеджментом городов если у меня 16 части а у меня там города явно на производстве их все надо переключать на рост во вторых надо было выходить в госпитале там еды куча госпиталь очень хорошее здание на на что у тебя здесь или там больницам они будут называется не выливаем это в биологии хороший у тебя филы чё ты прости и мне ничего больше все же даже практически всю карту вижу немножко часть у египта не видно и часть у голландца не видно и реально как-то в культуру угорел каких-то археологов строю оперные театры оперные театры для того чтобы музыкантов хоть куда-то девать потому что потому что просто некуда будет но у меня есть генерал но мне он давай давай во мне лучше во первых он мне все-таки нужно во вторых я даже если к тебе буду его вести у их я реально помощь через монако вообще проще всего заключай мир боже пускай что тут лягу жилец что ли сейчас я пойду в атаку ну да она до конца да да он хочет пойти в атаку отступай пускай он лезет да я как бы не то чтобы что-то теряю но я реально сириус мыши ты веришь и ты не будешь своей этой лодкой плавать что-то разведывать так и не разведана стоит стоит все это вид чтобы она плавала блин ну вот с тобой реально будет помнить и все-таки найдешь каким-то способом извратить до договоренность ну так она стоит и все она больше ничего не делает понимаешь просто и извращение походу все обговаривать я скажу обговорю чтобы она не стояла сказать так а наш тут блин на дыба на дыбах она лежит здесь она лежит и ты посмотри лодка лежит на воде прям конкретно можно я чтобы она не стояла правда был открыл таки биологию и нефти у меня дофига это приятно у нас мир сары закончился война война ну под лодочки можно было бы открыть а то сейчас сначала хочу но это типа чтобы обработать ну не знаю тут уже наверно можно было бы сначала пластик открыть а потом ну там не подлодки естественно там эти ничего еще придет нефтяные вышки чтобы строить живешь зато у него подсетки сейчас нету несколько ходов кого амстердама где убили он карфагенского убил интересно и тара густердам вроде никто не обстреливал там еще ара не дошел до него там два города же да еще у лигу амстердам ну то есть два города у него осталось в принципе я думаю что рогуса еще может дать какую-то дань потому что он не военный и город и наверно немного юнитов бомберы пошли короче египет уже бомберы фигачит ну если первое до кончать кам надо пилить помогай не за сиам я вступлюсь он мой брат автократ филинус вообще полностью закрыт там ну и да как бы наверное египету и бессмысленно было его забирать там не выплыть никак такой морской город который не помог бы абсолютно давно как демографию не смотрел вообще пять городами нефть открыл мне что-то куча нефти высыпать куча нефти вижу пока только одно месторождение где еще этим еще а может мне города на них стоят нет у тебя только у карфагена да вон у тебя 7 7 где еще где еще дофига у тебя есть я около карфагена вижу да где еще я вот вижу еще четыре штуки как минимум так у гдс это еще не в этих не в границе а на мой все я понял момент как минимум пять в границах нефти ну и в ту же египет я тебе не могу ничего украсть а чё за фигня ну и смысл от тебя садил шпионов слушай ну чё ты такой это так я последним по новке идут и чё за фигня ну я не знаю зачем ты ко мне сажал ну это подстава ну блин что неужели мне там все на рост уже стоит а ну вот госпитали да госпитали надо ставить все наплавался госпитали будут расти там плюс пять еды сразу ара тебе там этот гаванин заряжает что ли еще по-моему меньше требуется потом еды для роста города это очень 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 важное здание лигу это лигу прекращай это нечестно что ты с оборонкой мир не хочешь? зачем? я за веру купил инженера тебе нравится это? не прав опять тебе это нравится? да мне это нравится да мне это нравится да мы вам с сириусом не мешаем спускай ого щас как пойдет нападение то против 191 то как там у тебя дела либо скажи ну никак пока еще не убил никого я успеваю убирать а то есть вот Родан на нуле? офига себе у Сияма производства он стоит на нуле он туда подойти не может ну я тебе хочу сказать что голландец на втором месте внезапно стал по армии ну так он же этот самый регион взял ну так он же этот самый регион взял и прапался в как они называют круглые шляпы в пехоту первой мировой мтиара конечно помог но после того как ты взял монарко мне тебе помогать стало нечем откровенно а не ты можешь сюда приплыть у него тут по берегу лучше юнити просположены где? а вот возле монако возле монако? а ты атаку так я через монако атакую но он там сам ну слушай я приплыву ходы только через пять это самое быстрое ну давай хоть так интересно зачем мне помогать? смотри потом эти друзьяшки на тебя пойдут еще да я знаю что я могу сделать мне кажется я просто так рассказываю скажи сам что я могу не подожди как я могу пойти на Сириус если он ко мне караван пустил ну я то думал у меня есть какие-то аж планы по правилам же группы если Сириус пускает караван на него никто не нападает давай я всем караваны пущу ну в твоем случае лигу если ты пустишь ко всем караваны то это очень ару обрадует потому что он все их сразу пограбит не ну если он мир примет я ему пущу готов пустить 4 каравана я не знаю опять никакого микромонежмента города я не очень понимаю зачем действительно я предлагаю Аре помочь скаланцам зачем то есть какой у меня для этого какой у меня профит я эти города захватить не могу захватывает их только Сиан и в чем прикол может мне кажется это может и так просто говорил чтобы Египет что-то начал делать для голландца или не знаю или наоборот Сиан бы стоял ждал когда я подплыву и голландца не захватывал ну то есть я не вижу здесь нормальных реальных причин вот еще Эйфелева башня счастье дает так можно да лендмарк ставлю тут много культуры это место начинает давать по-моему 5 культур и вход если мне не изменяет память еще тут можно караваны делать между прочим еще один караван есть даже биология кстати биология дает караван дополнительный о можно воровать что-то там серьез пластик открыл смеешься что-то как бы пластик нет не пластик блин а чушь я у тебя воровать то могу странно железную дорогу открыл да не скажу я что а что ты в лабы сам не идешь за чем тебе подводные лодки что ли открыл слышишь ты подводник видите он идет в подводные лодки то есть у него не самое то что один один этого нет морской город он все равно маниакально чисто вот против меня старается все сделать хотя есть другие техи которые ему более выгодны выгодны были бы но он хочет подводную лодку построить и это вынуждает меня то есть это меня просто заставляет очень хотеть все равно этот город убить ну как вот так можно а уже блин плыл у города государства да не просить а он моим союзником стал внезапно да ну да что то я что то я выполнил интересно ну они уже не будут давать говоришь плыть вниз амстердама да они уже не будут давать да они пушки стоят которые можно просто бегу у тебя тут где-то плавал твой этот капер признайся может сразу где он нет мы облачаем тебе это ну не хочу чтоб ты приплыл там я грабил караваны вот эта вся фигня гадил мне вот это вот все мне кажется у меня тут нету плана на игру какого-то нормального вот ощущение знаете что я просто хожу юнитами ну просто потому что они у меня есть а вот какого-то такого плана конкретного а с другой стороны так вот на отшибе а вот что вот что я тут могу такого сделать только если идти в ядер ну я не хочу чтоб ты нападал на ару вот я тебе так скажу да не пойду я на ару я тебе могу помочь ну я и зачем мне хорошо тогда ты будешь улетать последняя армия смысл мне тогда типа защитный пакт если ты сейчас будешь по науке уходить я не знаю как ты первый по науке какая наука это все какой ара я последний я первый по науке потому что мы с арой там на двоих воруем техи это все ненадолго с нашей кстати а ты уже пришел там принял в порядке патилетний план или эти фабрики ну ничего тогда принял в порядке просто есть очень классная во втором тире втором уровне идеология которая дает плюс 25 процентов науки в городах в которых есть фабрики это еще одна причина почему я не хотел уголь, например, давать Египту, потому что он строит фабрику, которая, ну а еще же в Пятой Циве фабрики в процентном соотношении увеличивают производство. То есть он в процентном соотношении увеличивает производство от города и еще и плюс четверть к науке от города за счет того, что у него порядок принят, и вот это второй уровень. Так, мне выгодно посылать на деньги в Малаку и в Манилу. Убит сиамский шпион. Ну вот, Лигуи, ты спрашиваешь, почему они тебя нападают? Просто вообще ни за что шпионов мочишь. Да, нечестно, конечно. Берешься, ни за что я бы не убивал. У меня просто игру в мир нажил, никого не трогал. Вот тут понаехали. Ну, я все-таки, наверное, в подлодке шел. Не в нефтяные платформы, а в подлодке. Ну, потому что там Египет точно строит, вышел в подлодке и точно ее строит. Сейчас мы увидим, кстати, это когда я открою рефрижерейшн, если он в них вышел, то у меня опять шпионы не могут ничего украсть. У Египта будет написано. Обратно юниты уже домой возвращаю. Тут нечего исследовать больше. Все, что, возможно, было исследовано. На деньги каравану? Ну, не знаю, это зря. Конечно, у меня это города... Ну, зачем вот медемия 2200? Я себе хотя бы планировал покупать... Класс масса? Покупать части хотя бы. Я думаю, Гролландец. Да, я, конечно. А? А я думаю, Карфаген вышел. Я еще радио даже не открыл. Ну, что ты лигу врешь про радио? Не вру. Я распланировал его у тебя воровать? Ну, мне вообще нет, так что ты зря. Ну, тогда я на Египет ставлю. Потому что у меня в Египте что-то стало возможно воровать. Мы же построили это. Эйфелеву башню построили уже. Так, Эйфелеву башню я построил. Ну, значит, ты один вышел. Может, еще кто-то встроил. Я не помню, что кто-то один вышел. Я думаю, Египет. Я в Египте что-то могу воровать. Нет, Египет не вышел. Нет, Египет не вышел. Я вышел. Я опять лёжа шла двое в радио. Ну, это не я. Ну, да, Лёжа, скорее всего, вышел. хорошо почему я тогда лабы не строю объясните мне если я вышел в лабы идиотская стратегия сейчас выйду короче в пластик но лабы не буду строить я сейчас как по максимуму подожду да не жених не конец шпиона чтобы посадить но и египет не строит ламу тогда у меня вариант что сиам другой да сам по намки хуже чем я так золотой век начинается все-таки чеченицы очень классно золотой век запускать нет все-таки что-то можно у египта крась значит все не понимаю он наверно все-таки в железную дорогу вышел похоже а и арта там есть то есть он в подлодке не выходил видимо у меня подлодку силу надо строить и контролировать там все ну и караваны я считаю что караваны я зря на золото пускаю тут надо на еду отъедать 16 счастья 5 цива про то чтобы вас всегда было счастье около нуля лучше все просто вот ноль но летать что у вас по максимуму выращены города вас максимум жителей которые там возможны но не минус 1 и не идут штрафы ко всем остальным бегутами что-то предлагал ресурсом я пропускаю предложение а что предлагал жвачку все все три шпиона всего египта интересно кстати аж могу в элефантине смотреть что он строит самолет он явно конечно строит самолеты для защиты от меня мне кажется то есть он хочет прекратить мне кажется договор по поводу элефантиной как плюс слушай ну давай размышлять стратегически ну аж почему ты думаешь что мне вот в плюс что ты останешься в игре в чем тут почему я буду жрать сиама тем позже вывезти а может не забрать тебя ты хочешь чтобы сейчас меня забрала дальше расслабился тут у него сосед еще египет есть не знаю где тут расслабленность будет для сиама так он сейчас будет клепать долго армию еще не отдавать или чуть-чуть предложишь за защитный пакт давай что ты хочешь можно не хочешь сириус эти еще раз объясняюсь я с тобой заключу защитный пакт то как раз у тебя никаких сдерживающих факторов нападения на ару не будет нет мы только что мне по-моему ваню ход назад мне учили оборонку мне проще если захватят голландцы чем захватят сам лично в моем левые всякие отмазки у нас с ним заключена оборонка и у нас с ним заключен договор о научных исследованиях какая война с ямом ты о чем ну да я явно я просто не хочу с египтом заключать защитный пакт и тогда он сможет в этом городе что угодно делать какой-то как-то дальше я просто не хочу чтобы он какой-то флот имел я пойду на автократ смешно серьезно неужели проканывает в предварительных играх вот это я пойду на автократ а вот это вот да как бы я и так вот обреченные между двумя вами автократ обречен обреченное королевство то есть как он между нами двумя то есть сиам между нами правда лишь не ты ушел в лаба да не я я думаю что сиам раз голландец так отрицает у меня просто у голландца нету шпионов а тоже убил спокойствие ну тоже госпиталь витя строит почему я нету шпионов элефантине вот в чем вопрос давно должен был сидеть так наконец-то военную академию последнюю строю ну понятно что в карфагене мне надо будет самолеты построить это будет с максимальной прокачкой там бранденбург там все военные здания на улучшение юнитов при строительстве так что будет 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 круто и самолет там строится все таки сиам в лабу вышел не надо рассказывать я второй вышел кто-то вышел значит лишь вышел рассказывать сказки я прожегся только что построил локсфорд слушай но ученым я закрыл ради короче серьез кто-то из один кто кто-то раздурит ну у тебя шпионов есть да смотри что там да я вижу что не фивах не в гелиополисе не в элефантине лабы не строятся да 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 все мои города так что либо сиам но я чуть меньше кажется что сиам в лабах честно говоря не скажу что меня это сильно пугает но но в лабах сиам там во льдах появился лагерь ход и интересно где где линкоры уже мне бы в линкоры пойти самом деле побыстрее не ничего уже никто не дает ну за счет линкоров это же пособираю везде дань они уже больше будут давать по идее ухты тут гатлинги это будет больно от рыцарями но образ апгрейд в линкоры будет дорогой там 200 с чем-то каждый каждый кораблик ну слава богу у меня нефти дофига то есть в принципе содержание линкоров будет нормально идти они нефти требуют а в шестой цели почему-то уголь вроде или тоже нефть я уже забыл ну каждый странная херь играю через автократию ощущение как будто через свободу потому что у меня сплошные спецы сидят ну потому что спецы науку дают поэтому я их размещаю но это за счет рационализма в свободе еще было бы круче уж они бы меньше еды давали и больше еще и счастье ладно хрен с тобой интересно зачем я защитный пакт предлагаю египту с чего с чего-то очень интересно лишь мне тоже как очень интересно чуя решил чего я решил защитный пакт ему предложить чё это на тебя нашло я вот тоже реально не понимаю зачем что за эмбарго мне и эмбарго нравится и плюс пять культуры от чудес нравится а сколько у тебя там чудес сиам что ты хочешь культура 2 что ли ну мне не нравится на самом деле эмбарго городов гусарства что я как раз туда отправляю караваны они у меня выгодны и вообще было бы новый карфаген обратно в ислам переделать по-хорошему так отель плюс 50 процентов к культуре дает от чудес в карфагене точно надо его построить то очень-очень приятный бонус дополнительный будет флоренция пьем какая флоренция чего началось то я хотел купить как увидел что ей сахар откусили и передумал тоже такой нехорош кто откусил сахар откусили окружаю молоку но за муж не хотя бы каравеллы в броненосце проапгрейдить то уже будет плюс к силе В автократии, кстати, по-моему, где-то есть Тоже Я не помню, в автократии или в порядке Есть идеология, которая снижает Апгрейд, стоимость апгрейда юнитов Так, какое-нибудь чудо Ну, на Бродвей жалко тратить Инженера, честно говоря Вот на Христа Спасителя Можно будет потратить, я думаю Да Еще раз напоминаю Копить ученых запрещено Поэтому тут либо в академии сажать Либо сжигать сразу при их появлении Так, ну сейчас бы вообще Тогда уже потратить на Христа Нет, решил лабы начать сразу строить Вот теперь и я в лабы вышел Христос Искупитель на, по-моему, на 15% Снижает требования культуры для принятия следующих политиков Откроете и начнут кричать, что вот Мы еще шесть ходов назад говорили, что ты вышел Можно и можно я покричу Нет, нельзя Ну все, теперь кричать не буду Все-таки прошло Ну все, ну нафига тебе это, а? Может дружочки-пирожочки Ну нафига предлагать? Да он предлагает автократию Мне должен был предложить порядочек Вообще ничего не предлагать, нафига? Свободу давайте Да, не прошло Когда предлагали религию общую, да? Ты радостно голосовал за нее Вот тебе ответочка Религия-то не дает другим минус Да, не дает Так может не стоит протаскивать религию Чтобы потом вот не было таких моментов Можно же договориться было А давайте, ребята, я вот не буду голосовать за религию А потом мы в идеологии как-нибудь тоже договоримся, а? Ну религия никому ничего не портит, согласись? Портит? Настроение мне испортило Тогда я помню Я реально расстроился Ну, напоминаю, что это Мировая религия дает дополнительные голоса тем, кто ее протаскивает У кого она распространена на максимум городов? Слушайте, я что-то забыл А когда с веры великие люди покупаются, счетчик увеличивается? Да, вот сейчас я не помню Ну что, сейчас построю Котя, кто хост? Хост Египет Что если Египет строит Христа Искупителя То я сейчас просто так потрачу Инженера Да не, наверное, вряд ли он ее строит Мне что-то долго И лабы везде делают Может, мне их купить за деньги? Как бы денег дофига На что мне еще деньги тратить? Ну, хорошо, на апгрейд Фрегатов В линкоры Производ... О! Мне нравится наука Первое место 68 Последние 67 Да, ровненько, очень ровненько Производство нормально у меня О, нифига себе, я уже не первый по населению Че за фигня началась? Хорей, Сириус, отъедаться Кстати, Египет Вильнюс забирает Сейчас вы наложите запрет на мой аджор Да, сейчас накладем Малака внезапно дала Этот... Дань Я вот не заметил, но Египет там забирает Вильнюс С самолетами Христос, Ваш Купитель Я просто считаю, что весь мир должен Обратиться в автократию И следовать Путем диктатуры Да, товарищ Сириус? Мировая идеология будет Нет, фашизм не пройдет И господин Лягу Будет давать большие штрафы на счастье А че, у меня кто-то странно У меня много счастья Если примет автократию, пройдет Ну, конечно, для меня это То все, у кого нет автократии, будут штрафы Да, у меня, по-моему, было много счастья Только делалось нечего Пусть тямует несчастье Ничего себе Так он же города захватывал, конечно, несчастье Дошел, захватил один город Ну, тут город на блюдочке, по-моему, стоял С самого начала А ты не хотел Лягу поставить? Проверил, да? Хотя бы на холме был бы Там река была Ну, не знаю Может быть Меня не было, потому что я хотела, что да Ну, мне кажется, здесь не надо ничего принимать сейчас Да зачем? Этой диалоги называется дипломатия канонерок Дает 6 очков влияния на города-государства, с которых я могу требовать дань Я так понимаю, что на 50% еще и проще это То ли больше денег на 50% Тут я вот не помню точно Как оно работает То ли на 50% проще требовать дань Ну, в принципе, может быть и неплохое, да Но мне кажется, мне стоило рационализм дальше закрывать уже, а не вот это принимать Какая тяжко Не знаю Мне почему-то из элефантины решил перебросить шпиона, странно Ну, мне Такое количество пехот уже надо разбирать Просто я думаю Я считаю, что я зря заключил защитный пакт с Египтом Ты еще ни одну не убил Сейчас, то есть Может в этом все проблема Он явно сейчас будет флот строить Несмотря на все наши договоренности Я, может, решил уже, что Ну, я, наверное, думаю, что тут Точнее, как не я, наверное, я даже сейчас думаю, что тут явно Сиам лидер И он заберет такие голландца в итоге И он будет очень мощно выглядеть То есть Мне кажется, что нам просто с Египтом надо против Сиама объединяться Да и город, ты говоришь, правее поставить Да бывает, что бы это поменяло Ну, у тебя бы город правее был А, ну да, я как-то не подумал Вот видишь, вот все у тебя так Вот все у тебя так Я уже... А, ну вон линкоры через два хода Это я, видите, уже собираю тут Свою армию, чтобы их проапгрейдить Ну, отлично Будет уже современная армия с линкорами Я не знаю, что я Каравеллы не апнул в... А, слушай, так я же могу Капер апнуть Нет, пожалуйста, или Каперы не апаются в подводную... Ну, в шестой ЦВ точно апаются, естественно А вот в пятой, по-моему, нет Так, автократия и мировая выставка Предложенную, конечно, надо будет автократию проталкивать Потому что, во-первых, она нам даст дополнительное счастье автократам А, во-вторых, будет давить очень сильно на всех, у кого не принята автократия То есть на Египет с его порядком и на Голландию с ее свободой Я не пойму, Египет, ты Вильнюс, что ли, захватываешь? Прокачивай, Юнь-то Я не захвачиваю, у него тут пехоты куча Вот прокачать самое то Вот ты когда захватишь, я могу опять говорить, что ты врешь во время игры Но если ты его не захватишь, я извинюсь, я извинюсь, скажу Блин, я думал, он не захватит Ой, то есть я думал, он захватит, но тут я неправ, оказался Ну пока я не вижу то, что я его захватываю Я пытаюсь хоть что-то с ним сделать, но мне не получается Голландец построил статую свободы, Рагуса стал моим садиком Блин, конечно, теперь у Сиама будет статуя свободы, как-то неприкольно Да, несмотря на то, что ее могут строить только те, кто принял свободу, но город с ней можно захватить Так, сделай так, чтобы она осталась у меня Не хочешь так? А ты что будешь делать? В смысле, что это делать? Это хочу, ты должен что-то делать, да Ты ж не хочешь, чтобы у Ары была статуя свободы Ты говоришь Уже 28 нефти У меня уже 28 нефти Сейчас еще один инженер появится Я вообще специалистами тут ничего не делаю Сейчас еще один инженер накопится вместо ученого Зачем мне тут инженеры? Какие еще чудеса мне тут строить в принципе? Куда тут? Слушайте, вот как-то странно Вроде обычно играешь, играешь на какую-то стратегию Прям что-то там хочется Вот сейчас думаю, вот сейчас по приколу вот так сделаю Потом по приколу возьму авто Почему у меня сейчас все хорошо? Объясните мне, вот что? Потому что ты один и на воде Слушай, ну подожди, ну с тобой тоже никто не воевал, да? То есть я имею в виду, что никто тебя не захватывал То есть я с тобой воевал, но это ничего не дало ни мне, ни тебе Там ни плюсов, ни минусов по-хорошему Да? Ара там позахватывал Ну, как бы... У тебя Петрич очень хороший Просто я обычно как-то развиваюсь Там, знаешь, типа делаю И вот у меня такого развития, как сейчас, давненько не было Ну, я отвечу сам на свой вопрос Место хорошее, действительно И на отшибе Но ошибок куча Тут можно было намного лучше все это делать И особенно отсутствие контроля городов вообще То есть я даже не весь таймер использую А вот сейчас вот посидел, пообщался, да? То есть я во время своего этого спича даже ничего не делал Обратите внимание Просто... Просто трындел Зачем-то Не микроконтроля город Нет Отъедание городов Хотя Счастье куча Караванов на два больше, чем у всех остальных То есть я мог тут Караваны отправлять Ну, Карфаген 36 Здорово, отлично Но все остальные города маленькие 14 это маленькие Они должны по 20 быть Как минимум Каждый город И у меня, к счастью, на это хватает Так что Все хорошо Но при этом играю я Лягко говоря, не очень Ара, слушай А за какао Ты что Хочешь? У меня нет люксов Вообще На счастье Чтоб я не хотел Не понял У тебя есть люксы Почему? Ну, у меня один Один какао А у тебя ничего нет На том, например, деньги Купить Арену Как тебе такой вариант? Две арены Ну, тут Надо брать артефакт Потому что Незачем Ставить Этот лендмарк Некуда просто То есть Никто его обрабатывать не будет Охренеть У меня еще 54 Туризма на вас Так ты уже там Начал давить туризму? У тебя уже минус 3 Кстати, голландец Из-за этого Там полегче Смотрю уже, что прикупить Ну, конечно Лабы за тысячу Это жалко Тысяча денег То есть Это треть Всего, что есть За одну лабу Жалковато Так, арены Стоит 370 То есть Ты хочешь 740 золота, да? Так, ну это Смотри Погоди Где я арену Смогу купить Вообще Сколько я еще Не успеваю Посадить 265 Да, дорого Но это Стоит того Это дороже Ну и броненосец Один сделал Ну вот, да Каперы никуда Не апгрейдятся Да не У меня уже денег нет Я тайду на две минутки Интересно Это я Все уже Свои Фрегаты Ну ладно Проапгрейдил Да, надо подлодка Нужна подлодка Да, тут даже Видите, со всеми Специалистами И с упором На еду Все равно Два хода Город растет Тоже благодаря Кстати Этому Госпиталю Силаба Плюс 50% К науке Кстати А я обсерваторию Вутике И Гипарегиусе Построил Интересно Рыцарь Рыцарь Не знаю Не знаю Как остальные Я рад Вот я тебя ждал Спасибо За частность Наконец-то Решил микроменеджментом Городов Заняться Не может быть Ну вот у меня Видите Обрабатывает Клетку С одним Яблоком Сколько Вот ходов Он это Обрабатывал Просто Интересно Даже Бессмысленно Вообще Сидел Чувак Намного Лучше Специалиста Посадить Потому что Там еще И Науку Будет давать 800 Науки В принципе Ничего Так Кремль В Египте Тоже Дополнительная Социальная Политика Но Кремль Там дает Плюс К постройке По-моему Так А что Кате У Голландии Ты Ноишь Вайнштайн Построил И Угар По чудесам Пошел Я смотрю Так Я изначально Вышел В тех А не в лаба Да Нуишь Вайнштайн Какие Хорошие Тоже Чудо Так Кто-то Первый Вышел В лабы Да Сям Сям Хорошо Леша Леша Вышел И 6 Ходов Не строил Потом Только Чтобы Вы не Подумали Что Он Вышел В лабы Даже Когда Вышел Он не строил Ты Начал Строить Эту Христа Это Неправда Искупителя Или Как он там Да я Винничный Неправда Ты в курсе Что они В разных Техах Кто Это Христос Искупитель А Христос Искупитель Да Извини Я Перепутал С этой С Эйфелевой Башней А тут В прошлый раз В Эйфелеву Башню Тыкал Что Я Мол Строил Ух ты Три прокачки Сразу Благодаря Бранденбургу Зашибись Не Не Надо было Ту третью прокачивать Потому что там При атаке Она больше Дает урона Чем просто Против морских Юнитов Сады Правда У меня не так Много Мне кажется Уже Великих Людей Может В этом Городе Появиться Сам Добавился Видите Алюминий Ты По каждому По очереди Стреляешь Там Стрелил Разок Там Чуть 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 Что-то Очень Долгая Там Война Сиам А с Голландией На самом деле Ничего Не пробивает Я так понимаю Что у Голландии Там уже Самолеты Должны Быть Давно Если Конечно У него Нефть Есть Порты Крати Давно Должен Было Построить В Карфагене Или Там Нет Никакого Морского Ресурса Там Нет Морского Ресурса Похоже Утика Без караванов На еду Просто умирает Ладно Наверное На этом серию Я закончу Спасибо Что смотрите В общем-то Уже К последней Стадии Приближается Игра Напоминаю Что спонсоры Канала Могут продолжение Прямо сейчас Посмотреть Во вкладке Сообщества Спасибо им За поддержку В очередной раз Для всех остальных Появится Завтра Играйте В умные игры И всем пока Спасибо Что досмотрели До конца Я Алексей Халецкий Тот Кто сделал Это видео Пользуясь случаем Хочу попросить Вас поставить Лайк Оставить Комментарий И поделиться Этим видео Со своими друзьями Или в социальных Сетях А также Посмотреть Другие мои видео Ссылки на которые Вы видите сейчас На своем экране Играйте В умные игры И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok